МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости спорта на телеканале Алекс. К радости украинских любителей ручного мяча комитет по организации и проведению соревнований ФГУ определился с датой старта чемпионата Украины среди мужских команд Суперлиги и сообщает, что первый тур сезона 2013-2014 пройдет 14 сентября нынешнего года. Пока же запорожские команды, готовясь к новому сезону, приняли участие в 15-м мемориале заслуженных строителей Украины Ивана Соболевского и Бориса Беликова. Шесть представителей российского чемпионата и два клуба Украинской Суперлиги в течение пяти дней дарили запорожцам и гостям нашего города красивый праздник ганбола. Запорожский ЗНТУЗАС покинул Александр Яроцкий и Игорь Рябко. Клуб, усиленный вратарем мотора Юрием Шамрила и опытным Игорем Кривчиковым, на пути к поединку за 3-4 места одолел воронежскую энергию 36-30. Краснодарский Скиф 36-33 уступил Волгоградскому Каустику 33-48 и 10 мячей 27-37 Пермским Медведям. А в итоге, поспорив за бронзу с Каустиком, проиграв первый тайм, смог благодаря отчаянному Сергею Орловскому и сместившемуся с позиции крайнего на место разыгрывающего Дмитрию Бузинскому, вытянув второй и выиграть его у соперника, но, к сожалению, не весь поединок. Мотор под управлением Сергея Бебешко прошел всех соперников по группе, уступив лишь Пермякам 32-35. Но в составе обновленного коллектива запорожцев особо стоит отметить результативность новобранцев Скопинцева и Ануфриенко, верного своему амплуа Евгения Жука и опытных галкиперов Кашевого и Сапуна. В двух последних поединках турнира ворота запорожцев защищал недавний медведь из Чехова Рихард Штохоль, который, несмотря на отсутствие игровой практики, в последний квартал все-таки неплохо справился с защитой последнего рубежа. Как итог, в финале со счетом 35-32 победу над пермскими медведями праздновал Мотор. И в это же время запорожский ЗТР в белорусском Бресте боролся за кубок Белгаспромбанка вместе с чеховскими медведями, местным клубом имени Мешкова и чемпионом Македонии клубом Вардар и Скопье. Правда, радости победы на этом турнире запорожцы так и не познали. Обладателем титула лучший игрок в составе ЗТР назван Артем Звездов. В минувшие выходные запорожские футболисты принимали киевское «Динамо». Традиционно первыми на поле стадиона «Титан» вышли молодежные составы «Ю-21». В матче с киевлянами запорожцы владели ощутимым игровым преимуществом, но в итоге довольствовались лишь ничьей. Как ни странно, но практически при полном превосходстве хозяев поля счет открыли «Динамовцев». Кузык подал штрафной, с подключившимся к атаке Бурде никто не сыграл персонально. И третий номер «Динамо» коленом открыл счет в матче. «Металлург» отреагировал еще до перерыва, забив также с розыгрыша «Стандарта» передачу с углового четко замкнул Фарид Али. 1-1. Во втором тайме атаки и голевые моменты не прекратились, но мяч упорно не хотел влетать в ворота. В итоге счет так и не изменился. 1-1 боевая ничья. После седьмого тура «Металлург» набрал 14 очков и занимает 14-ю строку в турнирной таблице. Основные составы начали матч на высоких скоростях. Учитывая выступление «Динамо» на начальной стадии чемпионата Украины, было легкое предположение и надежда на позитивный исход для запорожцев. Немало хозяева поля созварили опасных моментов у ворот киевлян. Но защита и голкипер Коваль справлялись с задачей. Вот «Металлург» был бессилен перед дуэтом Мкакани-Ярмаленко. Ярмаленко безупречным пасом вывел на ударную позицию Мкакани. Забивал еще в пустые ворота. После перерыва борьба возобновилась с новой силой. Понятно, что именно «Динамо» работала первым номером. На 66-й минуте после очередного штурма ворота хозяев снова пали. Уже Ярмаленко стал автором второго гола. Неожиданно через две минуты Шмурко ворвался в штрафной киевлян, слегка пробил по воротам с острого угла и мяч угодил в штангу. Затем в спину Ковалю и стрекошетил в сетку. 1-2. Шестью набранными очками «Металлург» пока на 11-м месте турнирной таблицы. Это были все новости спортивного вторника. До свидания. Партнер нашей спортивной редакции – страховая компания «Аранта Сич». Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова